Добрый день, уважаемые друзья! А вы знаете, что некоторые советские монеты в мешковом состоянии стоят в 100 раз больше, чем в состоянии с обращением? И об этом сейчас поговорим. Будет интересно, не переключайтесь. Критерии отбора следующие. Мы берем ценовой диапазон монет регулярного чекана, которые стоят от 10 до 200 рублей. Вот в этих границах и те монеты, которые подорожали в 20 или 100 раз в состоянии uncirculated. Единственное такое маленькое уточнение, мы не учитываем пробные монеты, перепутки, памятные и особые разновидности. Давайте начинать. Стоит начать с крупного номинала. Среди монет регулярного чекана нашелся 1 рубль 64 года и 50 копеек, тоже 64. Обратите внимание на разницу в цене между верифайн и ансе. Рубль 64 легко найти за 20 рублей, а вот в мешковом состоянии их гораздо меньше. Поэтому и цена на нее 600 рублей. Вы видите разницу в 30 раз. Что касается 50 копеек, то ситуация та же. Если вам нужна данная информация по монетам, не обязательно записывайте блокнот. Достаточно воспользоваться клавишей скриншот, вставить в фотошопе и распечатать. Не забывайте об этой функции. Теперь разберем номинал в 20 копеек. Исходя из собранных данных, средняя разница в цене между идеальным состоянием монеты и состоянием из обращения составляет 25-30 раз. Я думаю каждому нумизмату по карману приобрести монетку в идеальном состоянии. Далее мы рассмотрим все пятнашки советского периода. С большой разницей в цене нашлось всего 4 15 копеечных монеты. По крайней мере на последних аукционах монеты уходили за эти цены, которые указаны в таблице. Даже больше скажу, что 15 копеек 23 года, как указано здесь, уже очень сложно купить за 2000 рублей. Это должно повезти. Хотя казалось бы тираж был большой. Следующий номинал на обзоре 10 копеек. Все рекорды бьет гривенек до денежной реформы 61 года. Разница в цене достаточно большая. Как вы видите, составляет в среднем в 20 раз. Вот тоже большая разница в 5 копеечных монетах. В разных состояниях 4 монетки до реформы и 1 монета после денежной реформы 61. Обратите внимание на 5 копеек 30 года. В состоянии верифайн вы легко найдете дешево за 120 рублей. А вот в мешковом состоянии дешево не найдете. Последние ставки на аукционах были 5000 рублей и выше. Далее, особое внимание заслуживает номинал в 3 копейки. Большинство монет регулярного чекана все труднее найти в отличном состоянии, поэтому разница в цене очень большая. В основном это монеты до реформы 61 года. Среди 2 копеек я нашел такую, которая побила все рекорды. Я та же выделил ее красным цветом. В состоянии верифайн вы легко найдете за 100 рублей. А вот в состоянии ансе эта монета уходит за аукционов не ниже 11 тысяч рублей. Это 2 копейки 30 года. Кстати, 2 копейки 29 тоже не дешевые в ансе. Ценовой диапазон всех остальных годов вы видите сами на экранах. Я думаю, комментарии здесь не нужны. Ну и наконец, последний номинал. 1 копейка. Дорогих в ансе немного, но есть. Это все монеты до реформы. В принципе, с цифрами здесь все понятно. На сегодня все. Ставьте лайки и, пожалуйста, комментируйте, если я где-то серьезно ошибся. Всем пока.